Ни денег, ни квартиры. На руках отказ о возбуждении уголовного дела. Завязка у этой истории такова. В погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области начала ходить информация. В дальнем продаются квартиры по цене застройщика. Дело в том, что продажей должна была заниматься жена одного из сотрудников. По совместительству коммерческий директор компании Росэлитстрой. Конечно, по таким лакомым ценам, 1 миллион 600 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру решила предложить именно близкому кругу. По сарафанному радио предложение пошло и дальше. Мы решили, что так как ФСБ, и причем ФСБ тоже покупают в пограничном эти квартиры, и мы решили, что никакого мошенничества не может быть, и повелись на это дело. Этой историей заинтересовались многие. К тому же и звучала она достаточно правдоподобно. Вот что рассказывали людям. Армсахстрой не может покрыть долги перед своими подрядчиками деньгами, поэтому платежным средством стали квартиры. А по цене застройщика их продают из-за срочности. Нужно платить зарплаты своим сотрудникам, то есть Росэлитстроевским. Известно, что больше 10 человек внесли несколько первоначальных взносов от 500 тысяч рублей. И как стоило догадаться изначально, что-то пошло не так. Нас кормят, грубо говоря, завтраками. Потом мы опять с ней встречаемся. Получается, она говорит, что компания их не может выполнить условия договора. И, в общем, договор расторжения. И в течение 30 дней она нам расписки все дает, то, что деньги вернет. Ну и вот до сих пор возвращает. Вся эпопея от первых подписаний договоров длится уже почти год. В июле участники начали подавать заявление в полицию на Екатерину Пиантковскую. Очень быстро оказалось, что в Росэлитстрои главное далеко не она. И документы подписаны тоже не ей, генеральным директором. Он живет где-то в Сибири. Сама же Екатерина Пиантковская грозит людям судебными исками за клевету, так как, по ее словам, в этом вопросе она тоже жертва. Мы не говорим, кто виноват. Мы не говорим, кто прав. Мы не знаем, кто виноват и кто прав. Мы говорим о том, что мы вот этому человеку передали деньги. Лично в руки. Ей лично в руки. Не генеральному директору. Я хочу предостеречь людей. Предостеречь людей, которые могут с ней связаться. Вот это есть Екатерина Сергеевна Пиантковская. Чтобы все видели и чтобы больше никто не попался на эту удочку. Как сообщили в полиции, отказ в возбуждении уголовного дела за составом преступления просто бюрократическая мера. На доследственную проверку дается от 3 до 10 суток. И по их истечении сотрудники правопорядка обязаны принять процессуальное решение. Если доказательная база не собрана, это повод для отказа. Это не говорит о том, что действия полиции на этом закончены и мы ничего не будем делать. Материал направляется для проведения дополнительной проверки. По именно этим материалам проверки мы планируем к концу этого месяца, к концу года закончить проведение всех мероприятий и направить следственные органы материалами. Правда, пока, как сообщают горе-владельцы новых квартир в Дальнем, Екатерина Пиантковская чувствует себя уверенно, не скрывается и недавно съездила в отпуск в теплые страны. Ее можно найти во всех соцсетях и свободно посмотреть фотографии путешествия. Люди не собираются пускать дело на самотек. Многие уже формируют исковые заявления.